друзья всем привет меня зовут дмитрий а вы на канале пестрецов шоп и сегодня мы снимаем немного в новом формате собственно говоря я теперь в кадре и сегодня у нас будет распаковочка аудиотехники а конкретно у нас будет road кастер pro 2 и два микрофона союз 017 tube ну что же давайте мы с вами посмотрим мы все заказывали в одном магазине собственно говоря давайте начнем с род кастера так поехали кидать в меня ничего не будут да соответственно у меня здесь стоит как бы две камеры одна камера у меня соответственно крупный план она немножко у нас снимается укрупненно да не собственно говоря общий план где собственно я в кадре ну что что мы тут видим у нас собственно род кастер про 2 купили мы его в студию вот у нас он уже валяется на самом деле две недели все никак не можем распаковать просто нету времени для этого ну что же давайте начинать распаковку будет интересно итак поехали ну что друзья давайте посмотрим на саму коробочку обрамлена она достаточно очень симпатично коробка белого цвета соответственно очень неплохой рисунок да и сама картон достаточно плотный здесь у нас даже есть гравировочка она знаете такая металлизированная вот что у нас тут есть здесь у нас написано revolution преампс миклайн инструмент симпат studio great processing smartpads advanced connectedly то есть соответственно это самый последний современный пульт который сейчас есть на рынке но он не самый дорогой но в принципе если вы как записывать какие-то подкасты или у вас какие-то дорогие микрофоны ну наверное это вот цена-качество это то что и есть описание рот кастер про 2 интегрированная студия продакшна для стримеров подкастеров и музыкантов 4 балансных аналоговых входа с высококачественным комбинированными разъемами neotrig позволяет подключать микрофоны инструменты и устройства линейного уровня предусилители revolution преамп обеспечивает профессиональное качество звука с любым микрофоном или инструментом обладают малым уровнем шума и высоким коэффициентом усиления все 9 каналов можно назначить индивидуально что позволяет создавать персонализированные конфигурации микшера каждый процессор и эффект можно настроить индивидуально при помощи расширенного редактора каждый pet полностью программируемый имеет 8 банков всего 64 действия pd smart позволяет запускать эффекты обработки голоса отправлять midi команды во внешнее программное обеспечение и активировать фейдаут прочие звуковые эффекты сэмплы или джинглы предустановлен большой сенсорный экран высокой четкости 5 5 дюймов и поворотный регулятор встроенная обработка звука спроектирована известным производителем профессионального аудиооборудования abhex набор эмуляции аппаратных аудиопроцессоров включает ауреал экститер и компеллар также в наличии компрессор студийного качества но из гейт фильтр высоких частот десер и трехполосый эквалайзер для каждого канала для мониторинга предустановлены четыре входа для наушников и балансные линейные выходы 1 4 bluetooth соединение позволяет записывать телефонные звонки в высоком качестве или транслировать аудио в формате высокой четкости два разъема юсби тайп си обеспечивает подключение двух компьютеров или мобильных устройств для записи удлиненных подкастов или упрощение настройки потоковой передачи что же давайте мы его с вами откроем снимаем мы такую вот упаковочку тут внутри мы видим вот такую вот белую коробочку коробочку у нас здесь еще у нас схема и описание что у нас тут есть ну собственно говоря у нас представлен сам пульт и здесь описаны все его входы кнопочки и так далее давайте мы приоткроем нашу коробочку смотрите здесь уже идет такая реклама что вообще много покупать да в дополнение наушники mth-100 под миг но это один из самых популярных их микрофонов и psa 1 плюс вот кстати говоря по поводу этой подставочки у нас здесь тоже будет на распаковке но именно подставка psa 1 не знаю плюс это не плюс но мы сейчас этот приоткроем чуть позже так давайте дальше смотреть тут у нас видимо какие-то проводки а здесь у нас просто один такой проводочек питания просто вот как бы так вот лежит ну и дальше сам по себе у нас идет фантик в обычном пакетике здесь у нас еще идет вот такой вот сертификатик о том говорится о том что это типа супер мега качество вот он у нас даже там заполнен соответственно заполнен он продавцом здесь у нас есть еще какие-то проводочки в принципе это наверное все давайте посмотрим что у нее идет в комплекте в комплекте у него идет вот такой вот родовский блочок питания адаптер у нас это yds-pd 030 а 075 ампера на они подождите это у нас на 5 вольт 3 ампера вот такой маленький судя по всему скорее всего это power delivery и очень очень толстый информационный кабель юсб тайп си комплекте собственно говоря вот у нас сам пультик кнопочки у нас имеют такой прорезиненный дизайн очень плавный ход у у нас у самого микшера все это так прям крутится прям надо им нам его чего-то , наверное в качестве питания мы наверное с вами возьмем просто блок питания powerbank возьмем смотрите что у нас есть сзади у нас сзади есть кнопка включения такая красненькая вот здесь у нас вход type-c здесь у нас смотрите есть место куда вставляется флешка это micro sd также у нас есть сетевой выход 2 usb type-c скорее всего это для сделано для того чтобы вы могли подключать его компьютеру напрямую как-то писать куча выходов джек 6 и 3 скорее сюда же это входы наверное их четыре штуки также есть два выхода на колонке и 4 выхода скорее всего с фантомным питанием xlr вот имеется у нас здесь такое тоже большой дисплей давайте это начался его подключу посмотрим как на все работает так я взял у нас вот такой от power delivery аккумулятор bassius что же давайте мы подключим питание питание врубили ну давайте теперь его запустим сам пульт уже запускается вот загружается сам экранчик у нас тут написан фирменный логотип рода не знаю там на камере видно не видно потому что здесь у нас такие отражения давайте мы снимем эти всякие блестяшки вот я так понимаю он работает на какой-то своей внутренней системе включилась у нас подсветка клавиш очень очень красиво все сделано посмотрите как вот все светится просто тут ничего не перепутаешь так и так и это у нас тачскрин даже прям вообще круто давайте выберем русский язык здесь мы сейчас должны поставить дату давайте еще смотрю все пульт у нас я так понимаю готов теперь он просит подключиться подключиться он просит либо к вайфаю либо сеть либо тут еще и usb соответственно если мы сейчас включим вайфай но на самом деле я сейчас не буду здесь дальше так углубляться то есть давайте пропустим что у нас тут статистика использования статистика ресурсов мастер настройки по умолчанию да ну давайте мастер настройки пройдем он с вами у нас кнопочки здесь включились тоже неплохо давайте по умолчанию включим и собственно говоря мы попадаем здесь вот в такое меню выберите значок ну давайте выберем значок вот такой вот собственно меню она кстати говоря как вы видите ему она дублируется к сожалению управляется только именно самим и джойстиками да но дублируется на экранчике все вот вы можете посмотреть эффекты здесь в они тоже работают все очень как-то круто сделано и тут еще можно переключать разные разные эффекты и у нас еще кнопочка рек есть но так как у меня не ставлена флешка соответственно мы не можем сейчас достаточно посмотреть записать что-либо на этот пульт друзья вот я тут нажал запись вы видите как я говорю я говорю в микрофон союз сейчас и давайте мы посмотрим просто прогуляемся по меню посмотрим что тут вообще есть по эффектам тут мы видим соответственно четыре входа микрофонных bluetooth то есть смотрите как это все работает то есть вот ползунки соответственно двигаю все это очень классно идет микрофон у нас о пульт у нас сенсорный давайте посмотрим настройки зайдем здесь у нас фейдеры почему-то они не работают не знаю пока еще не разобрался выходы наушники смотрите здесь можно погулять посмотреть четыре выхода вот они тут переключаются далее что у нас тут есть еще кстати а тут вам выбор и а выбор да есть так выходим мониторинг выход монитора автомата при использовании этого параметра выход контроля звук отключается если для предотвращения обратной связи фейдер микрофонного канала будет поднят ну в общем и так далее да то есть здесь тоже всякий переход настройки маршрутинг не работает слушать прослушивание после фейдера здесь тоже можно бегунок этот поднять многоканальный тоже пока не работает обработка посмотрите здесь интересные значения это у нас компрессор работает и задержка на выходе она выключена у нас так далее выходим опять на рабочий стол давайте мы посмотрим вот эти вот эффекты так секунду как их включить то у нас вот я листаю страницы здесь давайте посмотрим я сейчас просто включу звуки чтобы вы понимали вот это у нас из музыка можно говорить прям в этот момент все уменьшируется все отлично давайте дальше звуки фанфары аплодисменты с такой интересный далее и последний на этой странице далее у нас идут fx и это у нас соответственно изменения голоса в реальном времени давайте посмотрим как я будем дальше такой гном далее добрый день сегодня вы и так далее гном я терязывод заяц волк потом у нас идет это заглушение то есть можно просто держать держу кнопку и он соответственно отрубает звук и здесь еще еще что-то еще ну в общем как то так остальные страницы они пустые вот 3 страница она пустая но ее можно как дополнить вот как бы здесь наверное все дальше уже буду смотреть ну и возвращаемся к распаковке что же давайте идем дальше давайте мы с вами посмотрим следующее следующее буду смотреть это у нас будет подставка для микрофона подставка для микрофона которая вот именно в рекламе от этого пульта было и соответственно этот но у нас не плюс модели а у нас обычная тоже откроем посмотрим как она выглядит микрофонная стойка пантограф рот ps1 микрофонный кронштейн для стола модель подходит для радиовещания студии и домашнего использования стойка поставляется с липучкой для кабеля и настольными зажимами для монтажа на столах толщиной до 70 миллиметров разработан для микрофонов рот прокастер и подкастер но совместим с большинством микрофонов весом от 700 до килограмма 100 граммов мы таких подставки купили две я на самом деле расскажу зачем почему две потому что вернулась два микрофона и микрофона это наверное самое 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 дорогое из того что есть нам надо все оттуда вытащить посмотреть что у нас там еще нету так это нам больше нужно здесь у нас были такие огромные крепления тут на самом деле такое вот родовское крепление пока я не знаю зачем оно нужно смотрите какая интересная здесь подставочка сама сам механизм подставочка сделана кстати из такого пластика все очень даже неплохо вот я так понимаю нет это цена не винчивать ну давайте мы сразу на его и поставим просто посмотреть как пантограф будет держаться так не знаю там видно не видно мы на камере должно быть видно так вот я его затянул давайте теперь дальше смотреть пантограф нам понадобится здесь уже сам ножик тоже распакуем здесь у нас написано что пантограф находится под нагрузкой ну то есть если мы сейчас вот эту штуку разорвем он может типа ну типа раскрыться и ударить вас в лицо соответственно мы это делать не будем сейчас все освободим так давайте я срежу эту надпись ставлю я сюда у нас наш микрофон ну и в принципе вот можете в видеть по поводу что касается натяжения не знаю я примерно сейчас вот я не вижу именно по настройке здесь но скорее всего она есть то что ее не может не быть но сделано все очень очень достойно что касается прокладки провода здесь скорее всего его надо будет прокладывать используя вот эти вот липучки их всего тут две на самом деле могли положить и побольше что касается именно вот этой штуки я на самом деле не пока не знаю зачем она а все я понял смотрите по-хорошему по-хорошему здесь же в описании написано что можно просверлить стол утопить соответственно саму эту штуку туда и чтобы не использовать данные вот это вот крепление можно соответственно вставлять непосредственно в эту штуку это будет на самом деле ну достаточно лаконично просто если она будет вот так вот у вас утоплена вот по сравнению допустим с этими креплениями так что так ну что ж а мы с вами переходим соответственно к герою нашего сегодняшнего по сути сегодняшней распаковки так я весь этот мусор убираю и я должен наверно пантограф я немного отодвину чтобы он нам не мешал тут поставим моего куда-нибудь туда в бок вот такая вот большая коробка к нам пришла здесь вы можете посмотреть что здесь на скотче написано это союз микрофоны вот пришла она непосредственно завода союза из тульской области или город тула я на самом деле не помню сейчас не буду говорить но приятно открывать данные микрофоны так вообще я считаю что это вообще лучше и вообще что то есть на рынке мы сейчас посмотрим у нас их тут два но я открою пока только один так ну что ж вот такая вот большая коробка блин она на самом деле очень тяжелая с микрофонами нам тут положили еще провода вот все мы это показа покупали в магазине доктор head ссылочка конечно будет и в описании и qr-код который вы можете посмотреть проводки очень высокого качества они тоже белого цвета под цвет микрофона вот и стоечку мы соответственно с вами потом просто перекрасим тоже белый цвет под цвет микрофона так ну а мы с вами открываем саму коробочку но это именно топчик из топчиков вот здесь написано 017 юб союз причем как я так понимаю это версия 20 вот вторая версия не знаю чем она отличается от 1 но в любом случае даже как бы очень интересно так открывая данную коробку мы тут видим соответственно упакованный вот такой вот деревянный ящик это очень круто очень приятно посмотрите как все сделано все конечно молодцы вот знаете умеют же наши делать когда захотят именно блин здесь вообще просто деревянный ящик на самом деле посмотрите на эту красоту единственно только доставать не очень удобно такой вот кейс и внутри этого кейса конечно же находится наш заветный микрофон который мы будем использовать здесь на съемках кейс выполнен я не скажу точно порода дерева но все сделано просто настолько очень дорого здесь мы имеем фирменный логотип чик союз на обратной стороне у нас вот такие вот советские ножки собственно говоря что же давайте с вами откроем эту коробочку описание микрофон союз 017 серия конденсаторный микрофон с большой диафрагмой лучше чем живую микрофоны 017 юб дают безупречный классический звук который вы искали созданные вручную капсуле позволяют этим микрофоном уловить мельчайшие детали всю глубину и теплоту звука мягкий но чистый верх позволяет микрофоном 017 серии идеально передавать тончайшие нюансы вокала струнных и других инструментов со сложными транзиентами и широчайшим динамическим диапазоном современная классика микрофоны 017 серии выдают безупречный классический звук который только могут себе представить инженеры когда речь идет о современном микрофоне благодаря честному и открытому верху мягкой и изящной середине а также насыщенным но сбалансированным низким частотам их считают одними из лучших конденсаторных микрофонов для записи вокала в то же время микрофоны этой серии быстро располагают к себе инструменталистов которые нацелены на записи естественного звука с красивым характером тюб или фет 017 серия предлагает на выбор две схема техники ламповую тюб и транзисторную фет обе модели используют один и тот же капсуль имеют единый from factor и дают похожий звук но несмотря на их сходство есть и существенные различия 017 фет микрофон с полевым транзистором в основе схема техники быстрее ловит транзиенты и звучит суши и собранье в то время как ламповый микрофон 017 tube давая более мягкий и плавный верх идеально подходит для ситуации когда требуется достичь теплого звука и характерного окраса инновации и традиции инженеры в компании союз годами оттачивали свое мастерство изучая разрабатывая и обслуживая классику они вложили все свои знания создание капсуля для 017 серии с 17 специальный капсуль с честным и открытым верхом мягкой и изящной серединой и насыщенным но сбалансированным низом взяв за основу классический капсуль к 67 разработанный в 1960 году капсуль с 17 использует 34 миллиметровую мембрану с золотым напылением который натягивается и настраивается вручную особым образом в сочетании с оригинальной схемотехникой данный капсуль не похож ни на что другое приоткроем и посмотрим и здесь у нас смотрите что у нас тут идет так первое с чем начинаем это конечно тут у нас идет вот такой вот конвертик союз хендмейт микрофоны все микрофоны как я хочу сказать они сделаны вручную давайте немножко поговорим об упаковке полностью деревянная коробка здесь у нас пропененная такая поверхность и здесь вспененный такой но пластиковый материал тоже где все упаковано соответственно у нас идут всякие здесь сертификатики здесь у нас я так понимаю это видимо создатели или кто-то еще здесь что-то нам написали потом у нас идут такие вот интересные карточки с подписями тех кто делал данные микрофоны и это очень и очень круто вы знаете в свое время я снимал вручение машины rolls-royce killian и там тоже знаете создатели оставляли всякие такие интересные штуки ну то есть вот тот человек который наездил на ней сто километров и собственно говоря он расписался о том что типа вся машина исправна кто-то то-то в багажнике там не знает покажу пару кадров в багажнике там оставили бутылку вина какого-то дорогого из какого-то интересного места вот смотрите здесь у нас показано по звуковым волнам у нас или что у нас тут такое ну да это у нас звуковые волны потом у нас идет зарегистрировать наш союз потом у нас идут вот такие вот две наклеечки союз и соответственно нас идет такая вот открытка где написано что союз это вручная работа ну и так далее дальше мы идем начиная с проводов и черт возьми провода здесь конечно ну прям очень высокого качества так cс октав тюб high flex но что-то у нас тут написано я 5 на 0 14 миллиметра а в г-26 и 2 на 50 миллиметров а в г-20 сомер кейбл джермании а вот такой вот здесь кабелек идет интересный кстати у него разъемчик здесь хочу вам сказать дальше давайте посмотрим что у нас тут еще далее у нас идет кабель питания и кабель питания здесь абсолютно стандартный как сказать наверное такой компьютерный привыкли далее тут у нас идут разные крепления это у нас это у нас резинка какая-то не знаю что такое здесь уже крепление для самого микрофона все это знаете в таком нежном свете под молоко чуть-чуть вот прям с кофе как бы вот потом давайте посмотрим сам паук он прям там еще что то есть я так и не понял что это сам паук он такой прям достаточно массивный вот и мне кажется что пантограф пантограф на которой мы все это будем цеплять надо конечно же перекрашивать это вот прям как пить дать потому что но не очень подходит по цвету вот я пантограф бы сделал бы точно такого же цвета плюс с золотом с напылением ну что могу сказать достойно очень сделано очень такой пал паучок большой далее у нас идет вот такой вот усилитель мама дорогая просто посмотрите на это это у нас соответственно тоже союз все именно подобраны я так понимаю под сам микрофон вот здесь у нас питание для самого микрофона и здесь у нас уже стандартный выход на xlr сзади у нас просто провод питания и кабель включения также у нас есть переключение 220 видимо и 110 ну если допустим его покупает в америке ну и конечно это же герой нашего в сегодняшнего обзора очень тяжелый хочу вам сказать прям наверное килограмм если не больше да нам поболее даже будет сам микрофон это у нас вторая версия tube именно 1720 до очень увесистый у него сразу хочу заметить что у него абсолютно как бы свой разъем то есть xlr туда не получится как бы подключить почему потому что здесь уже видимо какие-то свои разъемы специально для у нас для усилка идут вот капсуль у него здесь плохо видно так то я хочу сказать она тоже под защитой там есть сеточка может быть это как поп-фильтр можно считать ну в общем как то вот так вот и насколько знаю когда его смотрел обзоры да некоторые блогеры говорят почему у вас все микрофоны шильдиком вперед ведь же у капсуле есть передняя задняя сторона так вот здесь я вот видел в выпуске арте артема лебедева он говорил о том что вот этот вот головка она поворачивается то есть вы можете повернуть соответственно шильдиком вперед собственный микрофон а капсуле развернуть на себя но пока я утверждать не буду потому что но честно говоря не знаю так что такие вот дела ну чтож я наверно на этом закончу наш вот этот вот быстрый такой выпуск распаковки потому что мне нужно будет разбираться со всеми этими микрофонами да то есть у нас вот он еще один есть нужно все это будет подключить к рот кастеру второй версии вот ну а дальше я наверное все таки вам потом уже покажу что и как вообще у нас студии когда мы все это установим как на него записывается звук по сравнению с другими микрофонами думаю что качество будет сильно разница да потому что я здесь пишу на петлю на самом деле можно было бы конечно в этот микрофон поставить поговорить но сейчас наверное мне просто надо будет собрать всю эту систему чтобы посмотреть что и как работает но для этого мне конечно надо будет соответственно перекрасить два вот этих вот пантографа под цвета данного микрофона чтобы все было в едином стиле так сказать единственное конечно очень непонятно почему провод они не положили именно белый потому что и тут становится ну как бы у вас вопрос просто если мы сейчас пантограф перекрасим цвета микрофона провод у вас будет такого цвета ну как бы будет не айс а дальше у нас провода идут как бы белая но тоже как бы в этом плане понятно а так честно скажу да ну довольно как слон два микрофона теперь интервью у нас будет супер-пупер на самом деле вы даже можете к нам прийти посниматься мы снимаем интервью на 5 камер снимаем все на кино камеры это камеры r5 на которой сейчас данный момент я снимаю все это дело и звуком будем теперь захватывать на микрофон и союз в самом высоченном качестве вот так что такие дела ну что ж друзья если для вас была полезна данная распаковка и пожалуйста ставьте большой палец наверх и если у вас возникают какие-то вопросы вы пожалуйста пишите комментарии и дайте мне знать а и Субтитры сделал DimaTorzok